Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Куприн. Серебряный волк. — Станция Волчья. Поезд стоит пять минут, — закричал кто-то внизу, под окном, быстро проходя с фонарем вдоль поезда. Захватив ручной багаж и ружье в чехле, я вышел из вагона. Была декабрьская ночь, тихая, светлая и нехолодная. Снег только что перестал падать. Маленькая, еле освещенная станция в Полесье казалась неживой и забытой всем миром. Я оглянулся по сторонам и с удовольствием увидел давно знакомую мне фигуру Трахэма Щербатова, всегда выезжавшего за мною на эту далекую станцию. В своей обычной коричневой свитке, обшитой по швам красным шнуром, в огромной бараньей шапке, нахлобученной поверх ушей, с ременным ботагом в руке, он стоял посреди платформы, широко расставив ноги и глядел, раскрыв рот на освещенные окна вагонов. Я окликнул его. — А-а-а, здорово, панычу! — Гай богу! — прокричал Трахэм обычное полесьское приветствие и на ходу дотронулся рукой до верха своей шапки. — А я вас по тех вагонах шукал. — Ну что же, будем ехать, панычу. — Буко не застоялись. — Поедем. — А как дорога по лесу? — Дорога ничего, добрая дорога. Трошки только снегом позамело, да я, добрая, протропил ее. — Позвольте-ка, панычу, ваш чумардан. Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как и на всех полесьских станциях, виднелся круглый пылесадник, теперь высоко заваленный сугробами. Привязанные у забора, хорошо знакомые мне две гнеды и лошади Трахэма, маленькие, пузатые, шершавые, сердитые муцики, ели сечку, низко опустив косматые головы, а вредно. Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши. Мы уселись. Трахэм зачмокал и задергал вожжами, высоко подымая локти. Промерзшие лошаденки тронули мелкой на веселой и согласной рысцой. Трахэм не погонял их, берег. До Казимирки им предстояло сделать обратным путем двадцать с лишним километров. Время от времени, и то больше по привычке, он ободрял их странными туземными восклицаниями. «Хоття вы, хотя ну, виштякаштя, оттуни, виштя вьё!» И так далее. Сейчас же за станцией пошел лес, огромный казенный хвойный лес, входивший в состав южной части знаменитой Беловежской пущи. Узкая дорожка велась между двумя стенами вековых гигантских сосен, такими капризными поворотами и зигзагами, с которыми умеют справляться только одни маленькие, ловкие и привычные полеские лошадки. Вершины деревьев, теряясь где-то в неизмеримой высоте, оставляли над нашими головами тонкую ленточку мутного неба, едва освещенного молодым месяцем. И видно было, как в этом далеком просвете с необыкновенной быстротою проносились клочья легких и прозрачных, как пар, облаков. Сани беззвучно скользили по свежей нежной пороша, и только на крутых поворотах слышалось, как снег, уминаемый полозьями, звучно похрустывал. Великаны сосны протягивали через дорогу точно белые руки, свои пышные, отягощенные снегом ветви. Порою большой мягкий комок сорвался сверху и, рассыпавшись на лету, обдавал нас холодным мягким пухом. Вытянув ноги на сене, плотно покрывшим дно саней и привалившись спиной к широкому задку, я иногда закрывал глаза, и непременно, через несколько минут, мне начинало казаться, что сани каким-то непостижимым образом движутся не вперед, а назад, к станции. И я нарочно длил этот странный физический обман, так живо всегда переносящий меня в область воспоминаний детства. Но когда опять открывал глаза, то снова навстречу мне шла однообразная колоннада могучих темных стволов. Передо мной рисовалась все та же неподвижная спина Трахима, сидевшего боком на каком-то мешке, а впереди смутно и равномерно колебался вверх и вниз черный круп левой лошади. Тихая лень без мыслей, без ощущений понемногу охватывала меня. Кажется, я задремал, потому что внезапно вдруг почувствовал себя бодрствующим и встревоженным каким-то странным звуком, похожим на завывание ветра в печной трубе. Я прислушался. Казалось, в страшном отдалении, на самом краю света. Кто-то стонал и плакал на весь лес. Этот плач начинался очень низко и жалобно, восходил вверх непрерывными печальными полутонами, задерживался долго на высокой унылой ноте и вдруг обрывался невыразимо тоскливым рыданием. — Не как волки, — Трахим, — спросил я. — А волки, — подтвердил спокойный щербатый. — Теперь их в лесу много. Свадьбы свои играют. — Новые, малые, злякались! Не буйсь! — окрикнул он лошадей и стегнул правую, которая начинала артачиться и жалась к дышлу. — А может, это и не волк трубит, а вовкулак? — заговорил вдруг Трахим после долгого молчания, в продолжении которого я беспокойно прислушивался к далекому вою. — Вовкулак? — Ну да, вовкулак. — Вурдала-купырь. Бывают, чуете, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они и бегают по лесам и трубяк. — У нас на полесе этой погани богатско. Там за разных водяных и лесных чертяк, за ведьм и за ведьмаков, я не знаю, чьи тому правда, чьи ни, может, одни бабьи сплетни. А вовкулак и у нас водятся. То правда. — Трахим еще раз крикнул на лошадей, повернул ко мне темное лицо, с белыми от мороза усами и повторил, понижая голос. — Это самая истинная правда. — Я вам скажу, Панычу, что даже у нас в Казимирке один раз такое тропилось. Вы ведь знаете Амельчука? — Иван Амельчука, что сейчас возле гребли сидит, живет. — Знаю. — Так что же он? — спросил я, и в моей памяти встала, как живая, приземистая, сутоловатая фигура седого старика с печально суровыми, недоверчивыми глазами, глядящими из-под лобья на изрытом оспой лице. — Он ничего. А вот его батьки, старший брат, Амельчупу, значит, дядька, тот был настоящим вовкулаком. — Это все в Казимирке знают. Хоть кого, испытайте. Старики те его своими глазами видели, потому что застали его еще человеком. — Значит, правда. — Да вы лучше послухайте, что я расскажу вам. И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые переходят из века в век и пройдут по деревням, племенам и народам, обвлекаясь порою в самую вероятную быль ближайших лет. — Нет. Повторяя теперь это предание, я не решаюсь рассказывать его на полесском говоре. Двадцать лет назад я хорошо понимал его и легко говорил на нем. А теперь предпочту язык великорусский. У старого Амельчука было два сына — Стецко и Назар. Назар, младший сын, был хлопец, как и все хлопцы. Ничего о нем, ни особенно хорошего, ни дурного не было слышно. Другое дело старший Стецко. Вся молодежь считала его за казака и своего атамана. Даже старики говорили, что уж на что в их времена народ был красивее, смелее и крепче, чем теперь. Известно, старикам всегда кажется, что в их время все лучше было. А такого ловкого, статного и веселого хлопца, как Стецко, даже и они на своем веку не припомнят. Выйдет ли народ на работу? Стецко впереди всех. Первым придет в поле, последним уйдет, косит, пашет, бронит, рубит, пилит так, что четверым за ним не угнаться. А когда наступала страдная летняя пора, то бывало он, не покидая поля и не спя, четыре зари встречал. Такой был жадный на работу. А вечером, глядишь, он уже на досвидках первый смеется и балагурит до самого утра. И такие выкомаривает штучки, что другие на него, глядя, только за животы хватаются. Девчины к нему льнули, как мухи к меду. И что греха таить, ни одна из них потом, в первую брачную ночь, побитая мужем, плакалась на статьскову красоту, на каре его очи, на черные брови и на заманчивую сладкую речь. Словом, не хлопец был, а орел. Умел он и в беседе со стариками сказать умное слово, почтительно и кстати. И на клиросе пел по праздникам, и с начальством знал, как обращаться. А в ту пору ведь известно, какое было начальство. У него разговоры были короткие. Правда твоя, человечея, правда, а не хочешь платить, так снимай штанцы и ложись. Одно слово. Был Стецко, первый любимец во всей округе. Да вот беда. Дошла до Стецко очередь. Забрили ему лоб и угнали в Москву. Все село плакало, когда его провожали. А он ничего. Пошел веселый такой, светлый. Что вы, говорит, надо мною, как над покойником, плачьте. Нигде ваш Стецко не пропадет. Ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет. Далеко его угнали. Куда-то в самое раскатанное. Коцапские губернии. Однако в скором времени от него письмо пришло. Писал он, что живется ему хорошо. Товарищи его любят, начальство не обижает. А если и бьют, то не сильно. И самую малость. Потому что без боя на военной службе никак невозможно. Потом писал он еще раз и говорил, что назначили его в полковой церкви за псаломщика. А там и совсем перестал писать. Потому что тогда началась у нас большая война с турками. Прошло с того времени полтора года. А Стецко не слуха, не весточки. Так все и думали, что или в плен его забрали, или убили в каком-нибудь сражении. Как вдруг осенью, точно снег на голову, явился сам Стецко. Черный, худой, как смерть. Правая рука на перевязи и на левую ногу хромает. Оказывается, отпустили его в бессрочную. Отпустили с медалью и с двумя турецкими пулями в теле под кожей. Да денег с собой перевез он сотни четыре с гаком. Говорил, что накопил на службе. Да еще выучился говорить по-басурмански. Но явился он совсем не таким, каким пошел в солдаты. Как будто бы его там на войне подменили. Ни смеха, ни шутки, ни песни. Сидит целый день, как старик на призбе, заваленке. Опустив очи в землю. И все думает, думает. Заговорят с ним, он отвечает. Только неохотно, так, еле-еле. И сам в глаза не смотрит. Смотрит куда-то перед собою. Точно что-то впереди себя разглядывает. Увидел старый Эмильчук, что его сын сумуется. Поговорил со своей старухой. Посоветовался с попом. И решил женить Стыцка. Неизвестно, у женатого человека и мысли совсем другие, но уме, чем у холостого, некогда пустом думать. Но Стыцко, когда только услышал о свадьбе, такой уперся. Я к ней иначе, той вул. Не хочу. Не хочу. И кончено. Отец уж просил и молил и грозился, ничего не помогает. Наконец, старая мать встала перед сыном на колени. Не встану говорить до тех пор, пока ты не дашь согласия. Не буду ни есть, ни пить, и с места этого не сойду до самой смерти. Не мог перенестись Стыцко материнского горя. Добре, — сказал он. — Жените меня, если вам уж так не терпится. Только смотрите, чтобы вам потом не пришлось горько в этом деле раскаяться. И женились Стыцко. На Рождество свадьбу играли. Все село заметило, что в церкви Стыцко стоял хмурый, как ночь. Ни одного раза лба не перекрестил и с невестою не поцеловался. Когда же пришли из церкви в хату, то и тут он сидел такой, совсем темный, что глядеть на него тошно было, и ни с кем не разговаривал. По старому обычаю, освященному церковью и предками нашими, хотели дружки отвезти с песнями молодых в особую коморку, как на всем свете у добрых людей делается. Но Стыцко сказал им, оставьте в покое и меня, и жену, это не ваше дело. Стали было хлопцы над ним слегка подсмеиваться, но он вдруг как заскрипит зубами и так глазами на них сверкнул, что у них сразу отшибло всякую охоту к забавным шуткам. Прошло после женитьбы недели с две. А Стыцков все такое же, на жену даже и не смотрит, как будто бы ее совсем в хате нет. А жена у него была красивая и молодая, взятая из богатого дома. Звали ее Гриппой. Долго терпела красавица Гриппа, никому не говорила, наконец не выдержала, пришла к своей матери, заплакала и стала жаловаться на мужа. Не так ей было обидно, что муж ни спать, ни говорить с ней не хочет, а то, что каждый день около полуночи уходит он из дома и возвращается назад только к раннему утру. Бог его знает, что он в эти ночные часы делает и с кем время проводит. Мать Гриппа, конечно, об этом рассказала старому Амельчуку. Сильно огорчился старик, стром-то какой. Ну нет, постой, — думает. Выслежу я Стыцковы штучки и выведу их на чистую воду. Это, может быть, у москалей или у басурман такой порядок есть, чтобы от жен молодых бегать по ночам. А я такой глупости ему не позволю. Тоже ночь пробрался он потихоньку в огород и притаился в шалаша. Ночь была светлая, месячная, и мороз стоял такой, что деревья трещали. Ждал Амельчук около часа. Совсем промерз старик и уж хотел назад в хату идти. Этих чертовых баб, думай, как послушаешься, всегда в дурнях будешь. Только вдруг слышит он. Заскрепела дверь в хате и видит, что вышел на двор его сын Стыцко. Постоял на дворе, поглядел на месяц, оглянулся вокруг. А сам такой белый, как бумага, и очи горят точно две свечки. Страшно стало Амельчуку. Зажмурил он глаза. Но так как был все-таки человек смелый, то решился, наконец, опять их открыть. Смотрит. Нет уже на дворе Стыцка. А из ворот на улицу выбегает огромный, белый, весь точно серебряный волк. Все тогда понял старик. И уж тут его вместо страха такое зло разобрало, что, недолго думая, выдернул он истыно здоровенный дрючок, перекрестился и помчался в погоню за вурдалаком оборотнем. Бежит белый волк по улице, перебежал через мост, потом в лес ударился, а сам все на одну заднюю ногу хромает, ну, точь-в-точь, как Стыцко. Скоро его Амельчук совсем из виду потерял. Но месяц в эту ночь светил так ярко, что следы на снегу лежали, как отпечатанные, и по ним старик бежал все дальше и дальше. Вдруг слышит он, впереди его в лесу волк затрубил, да так затрубил, что с деревьев и не посыпался. И в ту же минуту со всех концов леса откликнулись сотни, тысячи волчьих голосов, а старика только еще больше злоба одолевает. Будь что будет, думает, я об его проклятую спину весь дрючок измочалю. Пришел, наконец, Амельчук на большую поляну и видит. Стоит посередине большой белосеребристый волк, а к нему со всех сторон бегут другие волки. Сбежались, прыгают вокруг него, визжат, ластятся к нему, шерсть на нем лижут. А потом принялись играть между собою, совсем как молодые собаки. Гоняются и воют на месяц, поднявшие острые морды кверху. Смотрит старик, и глаз отвести не в силах. Вдруг, где-то далеко по дороге, колокольчик зазвенел. Мигом вскочили все волки на ноги, уши торчмя поставили и в ту сторону морды повернули, откуда звон. Но послушали, послушали немного и опять стали играть вокруг старшего, белого. Кусают снег, прыгают один через другого, рычат, а шерсть у них на месяц и так и переливается. И зубы блестят, как сахар. Опять на дороге колокольчик зазвякал, но теперь совсем с другой стороны. И опять поднялась вся стая. Прислушались волки на минутку и ринулись все сразу, как один. Понеслись по лесу и пропали. Недолго ждал старый Амельчук. Услышал он вскоре, как вдруг забился неровно и торопливо отдаленный колокольчик. Понесли, должно быть, испуганные кони. Потом крик человеческий по лесу разлетелся. Такой страшный и жалкий крик, что у Амельчука сердце обмерло и упало от ужаса. Потом где-то близко на шляху раздался бешеный топот. И долго было слышно, как на раскатах, разбитые в щепки сани, колотились о сосновые корневища. Зарыдал бедный старик. Со всех ног побежал назад и всю дорогу, не переставая, крестился. Сам он не помнил, как бежал лесом, как попал в село и как добрался до своей родной хаты. Поставил он уже ногу на перелаз, да вдруг обернулся. И весь задрожал. Стоит у ворот Стецко. Смотрит батьке прямо в очи и дышит, как запаренный. Видно, что от бега запыхался. Ничего ему отец не сказал и хотел уже идти в хату, как вдруг Стецко сам заговорил. — Постой, батька. Ты думаешь, я не знаю, что ты за мной следом бегал? Ну так пойди завтра в церковь и отслужи молебен за то, что живой назад вернулся. Если бы не я, разорвали бы тебя на мелкие кусочки и умер бы ты без покаяния. Стоит Амельчук на перелазе, а чей от сына отвезти не может, а тот дальше говорит. Сегодня ночью под сочельник. Большая власть дана нам, лов кулаком, над людьми и зверями. Только тех мы не смеем трогать, кто в эту ночь не своею волею из дому вышел. Вот потому-то мы первого проезжего не тронули. Его хозяин по делу послал. А второй был купец, ехал по своей корысти, торопился на ярмарку. Толстый был, как кабан, месистый, жирный. И блеснул стыцко глазами, как красными огнями. А старику вдруг показалось, что рот и усы его сына густо вымазаны красной кровью. Взмахнул он дрючком, но не попал, промахнулся. Тецко же сразу исчез. Как будто его и не бывало. Только голос его как бы из-под земли послышался. Тихий и печальный. Не сердись, отец. Больше не приду в наши края никогда. И поверь, Чья душа проклята свыше, Нелегко тому на свете жить. Дорогие друзья, Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.